На улице Каравайково и областного центра возведут храм Всемилостивого Спаса. В одноименный праздник митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф представители власти и верующие заложили первый камень в основании будущего сооружения. Этот храм особенный. Он построен в память воинов, которые в этот день, в 1941 году, отправились добровольцами на фронт. Все они были тружениками меланжевого комбината, все они были добровольцами. И в сегодняшний день, в 1941 году, жители Иваново провожали их на фронт в составе 307-й дивизии. В ознаменование строительства нового храма провели молебен. В фундамент будущего сооружения торжественно заложили лист с подписями гостей. Событие стало для местных жителей настоящим праздником. Совет ветеранов меланжевого комбината и верующие долгое время выступали с инициативой о возведении храма. Во-первых, сначала мы отвоевали вот эту территорию сквер меланжистов. Мы здесь детский городок. Здесь у нас посадили 70 лип в честь 70-летия Победы. Радовались все, буквально каждую липочку вырастили. Вот они у нас здесь. Мы более 10 лет обращались с просьбой увековечить память меланжистов, потому что такой коллектив, который и строил комбинат. За полтора года выстроить такую махину, гигант. В этой части города нет религиозных сооружений. Часто жители ездят в другие храмы. Теперь же все будет, что называется, под боком. Возведение храма всемилостивого спаса, вне сомнений, верующие ждут с нетерпением.